Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Потому что и времени не хватает, да и как-то хотелось бы шире каждый раз отвечать. И вот такие вопросы, как от Марина Аллен 5. Вот так называется ее ник в Ютюбе. Батюшка, вчера показали самого главного шамана России по телевизору в Туве. К ним многие православные едут по разным причинам. Вопрос у меня, не грех ли это обращаться к шаману? Говорят, также он лечит болезни. Так ли это или нет, не знаю. Что вы думаете насчет шаманов? Ваше мнение интересно узнать. Мне шаманы тоже интересуют. И если вы видели мои ролики, там есть у меня ролик, где я на выставке на какой-то сам сижу в одежде. Ненецкой или еще какой-то, не помню. А рядом со мной шаман сидит. Ну и там был не один шаман на этой выставке. Я прямо остановился. Не снимал, конечно, этого. Но с одним я долго разговаривал. Он тоже на этой выставке выставлялся как главный шаман. И что вот он значит все что-то может. Потом, помните, шаман шел в Москву. Путину хотел чего-то там сказать или сделать, не помню. И тоже все одни надеялись, что он дойдет. Другие смеялись над тем, что он идет. Но это тоже интересная была тема, что шаман такой решил в политику ввязаться. Что, на мой взгляд, к шаманизму никак не относится. В конечном итоге, подразобравшись, что такое шаманы, как они себя ведут, какая у них система духовности или религиозности, или обрядовость. У них обрядовость. То я пришел к выводу, что это тот же самый, как у нас был ведизм, колдовство. У нас ведь тоже могли под гусли, под какие-то стучалки. У нас были такого рода. Бубна-то у нас не делали, потому что, в принципе, животные, убийство животных и натягивание их на что-то, в общем, на Руси не приветствовалось. Не использовали в таких, да, животное нужно было скушать, а его шкуру использовать для каких-то других нерелигиозных целей. Это до сих пор, кстати, запрещено, и в церкви нельзя вносить в алтарь такие вещи. Хотя обтянутые кожей книги присутствовали и все остальное. Но мы не про бубны, мы про шаманов. Значит, что такое шаманизм? Это такая форма вероисповедания. Они таким образом, такими звуками, такими действиями и своими, они просят у Бога помощи тому народу, который они представляют в данном случае. И как к этому относиться? Как Василий Великий велел. У него есть, и не только у него, работы о язычестве, обращении к язычникам. Так вот, в них мы читаем с вами, что, в принципе, конечно, не очень хорошо, когда язычники в своих вероисповеданиях используют убийство людей, жертвоприношения. И в то время это было, во время пришествия Христова это, я уж вам так скажу, было сплошь и рядом, и человека потребляли, и опять, может быть, кто-то на меня нападет. Но на Руси, туда, к северу, к Кольскому полуострову существовали племена, которые тоже, я уж извиняюсь, съели человека. Как особые жертвоприношения мы всё говорим, что вот там Миклуха Маклай куда-то приплыл, и там ели человека, и там Миклуха Маклая съели, как такой подарок с неба белый человек. Бог к ним явился, и надо Бога что? Потребить надо Бога. Его кровь, его тело надо потребить, и тогда ты станешь подобен этому Богу. То есть теоретически, когда христианство вводило вот такую форму причастия бескровного, как мы сейчас имеем, тело и крови Христовы, и Христос это всё благословил на той же тайной вечере, то это в какой-то степени и явило заменой вот тех языческих жертвоприношений, которые, хоть и отказываются сейчас иудаисты, были в то время и в той местности тоже. Ну, они признают, что были какие-то племена, их теперь нет, они действительно это делали, но в принципе вот шаманизм и вот такие формы поведения, они к этой форме, которую Василий Великий обозначил как язычество, у нас оттуда пошли мнения, что язычество – это противохристианское действие, и что они только языком, грубо говоря, Богу молятся, они только языком, выбирая объекты моления не самого Бога, а природы обращаются через эти объекты, и мы с вами знаем, что объектами такого ведичества, колдовства и так далее, все, что хочешь, может быть, и камни, и источники, и деревья, дубы специальные. Вот когда Сергий Родонежский на горе Маковец свою церковь строил и обустроился там, эта же гора была языческая, внизу был храм, куда он с родителями ходил, а здесь была гора Маковец, куда язычники ходили, да даже православные ходили. Там в исписании жизни Сергия Родонежского часть тех, кто стоял в храме на причастии, выходили из него и шли, дарили подарки белбогу, чернобогу, дуб там, из которого Сергий Родонежский сделал лодку из Святого Дуба, но это уже предание, это уже не в житие входит, а так в предание. Поэтому я отношусь к этим религиям как к детскому саду, как у Василия Великого обозначено, что это растущие к христианству народы, что они проходят тот путь созревания, который прошли и в свое время евреи, евреи, действительно в еврейский народ пришел Христос, но свои его там не приняли, как в Евангелии от Иоанна написано, что свои к этому времени не созрели, помните, как там сказано? И тогда всем, кто поверил в Христа, всем, кто пошел за Ним, Христос и дал награду, которая является высшим, можно так сказать, человеческим развитием и человеческой сущностью. И, в общем-то, как эталон вот такого развития является христианство, православие является. Помните, как у Иоанна? В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничего не начало быть. Что начало быть? В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме света, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». То есть вот высшая сущность человека – это быть детьми Божьими. И вот истинные верующие в Христа, они им были назначены как дети Божьи, которые они от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слава стала плотью, и обитала с нами, полная благодать и истины. Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Ну и так далее. Читайте Евангелие от Иоанна, и все Евангелие вы, в общем-то, познаете. Поэтому для меня шаманы, ну, как сказать, в детском саду лидеры группы, что ли, которые… Я-то еще раз повторяю, что, во-первых, я близко с такими народами общался, когда жил на Севере, и там у нас были ханты и манси. Я дружил и с одним манси очень хорошо. Прямо так мы с ним вжились, грубо говоря, и подружился с тем, кто жил среди этих манси много лет. Настоящий такой хороший человек, который очень много об этом рассказывал. И тогда-то вот я для себя тоже ощутил, что эти народы, они идут к своему развитию. Больше того, они в своем развитии могут опережать некоторых особей других народов, и в том числе русского народа. Это смотря как они развиты и интеллектуальные, умственные, естественно, они могут и опережать. Но их отношение с Христом пока не осуществилось. Не осуществилось. То есть, с нашей точки зрения, оно осуществляется тогда, когда Бог выбирает кого-то из какого-то народа и говорит, вот Христос, это твой человек, давай его обучай. Для чего обучай? Для Царства Небесного. Ну вот, пока не к этому. Хотя надо сказать, что очень многие из них уже и христиане. Я-то видел тех ещё, тогда сам не был такой христианин, особенно-то знал, но не это. Но видел, как они и своё поддерживают, и христианское. То есть, вот у некоторых народов так на всякий случай надо и то, и другое. Ну и правильно делают. То есть, в этом и есть, значит, их это. Поэтому я так к ним отношусь, и если они не несут что-то нечеловеколюбивое и несут какой-то дух, который против других народов, других религий, я к ним тогда так и отношусь, что я тоже не против их. Ну, когда созреют, мы не знаем, сколько тысячелетий должно произойти, когда войдёт либо христианство войдёт в их религию, что может оказаться действительно там. То, что к нам пришло христианство тысячу лет, и мы думаем, что оно вот так вот пришло такое, какое сейчас оно у нас есть, я вас уверяю, вы очень сильно ошибаетесь, потому что оно пришло как само собой разумеющаяся форма, ну вот того, как мы называем язычество, только немножечко в более цивилизованном виде. Вот и всё. Вот и всё. То есть перво-христиане, тот же святой князь Владимир и его последователи, и его дети, внуки и так далее, они, если сейчас посмотреть хорошенечко на то, как они верили и какие у них были атрибуты веры, то мы могли бы сказать, что это язычество, ну да, высокого уровня. Да, строили храмы солнцу. Золотые купола – это символ солнца. Да, сами себя считали солнцем. Да, какое-то время подражали Константину Великому, у которого главное было солнце, крест-то внутри солнца был, а так солнце. У нас тоже был Владимир Красносолнышко, это не святой князь Владимир, это другой Владимир Красносолнышко, и так всё это тоже, можно так сказать, если сейчас хорошенько разобраться, то это тоже шаманство такое было, где главным богослужением был пир после того, как в церкви постояли. Я ни в коем случае не унижаю, но это вот процесс такой развития. Ещё раз повторяю, тот крест, который у нас сейчас восьмиконечный, появился только при Иоанне Грозном. Иоанн Грозный в 551 году его впервые обозначил. И поэтому говорить, что вот они сейчас такие, и они какие-то не такие, надо вспомнить себя тысячу лет. Может быть, они через тысячу лет будут гораздо праведнее, более христиане, чем мы, так как мы сами иногда теперь переходим в форму шаманизма, где служат в храмах люди, не имеющие права быть священниками, но ему даётся книга, по которой он ведёт служение, и якобы тогда приходит Дух Святой, и Дух Святой этого священника слушает. Это чистой воды шаманизма. Это чистой воды вот такое отношение языческое к обряду, к таинствам церкви, где, пожалуйста, кто хочет это делать, только делай так, как написано, как сделано. Как мне один человек вчера спрашивает, батюшка, если подряд 12 литургий сходить, причаститься, то отойдёт от тебя? Он там написал какое-то заболевание. Я ему написал, ну, это как Господь решит. Он говорит, ну, что значит, как Господь решит? Я же 12 раз схожу. Я ему написал, что ты не можешь Бога обязать сделать то, что тебе хочется, только потому, что ты сделал то, что захотел. Он перед нами ни в чём не обязан, и от нас никаких обязанностей на самом деле не требует. У нас всё вера, у нас всё по вере действуется, и наши действия верим, любим, хотим, по хотению нашему, делаем. Но у нас нет никаких гарантий, что мы что-то сделая, получим что-то от него, то, что нам хочется. Может быть, обратное нам предоставлено от него, потому что он сам знает, что нам дать. А вот шаманизм и вот эти все ведические другие, они как раз другое, они как раз исповедуют, что вот если вот это сделать, то будет вот это. То есть вот чистый языческий взгляд, что мы управляем Богом, потому что Бог, Он вот такой нами управляемый, Он в нас входит, и мы с Ним можем иметь такие отношения. Неоязычество вот такого русского плана, где они, как поёт пикник, пням молятся, перед пнями кланяются, оно ещё дальше отошло от шаманизма, на мой взгляд. Шаманы, они хоть культуру народу осознают, понимают, значит, общее значение того, что они делают. А эти-то нет, эти-то в сопротивлении современной культуре пытаются вступить и вернуть себе тех духов природы, по-нашему тех духов зла, которые якобы существовали, якобы помогали государству и русским. Ну, вспомните историю, какое было государство при этих пнях, при этих символах, где там Русь-то была, Киевская Русь, ещё целая куча Русей была, вот и всё, победила христианская Русь. Так что моё отношение доброе, как, даже не скажу, как к детям, как к равным, люди равны, у нас не может человек быть неравный другому человеку, потому что у него религия не та там, или образование у него не то, или имущество у него не то, часы он не такие дорогие носит, и не такую машину имеет, как некая элита имеет. Так что есть шаманы, ну и слава Богу, значит, Господь ещё не отчаялся об этом народе, значит, этапы взросления в этом народе ещё возможны. Хуже, когда вообще никакой духовности не представляют, или какая-то духовность, которая к злу ведёт. Вот вся духовность, которая зло разжигает, вот это сатанизм, это вот, причём, говорят, с океаном очень сильно, да или в Европе, очень сильно распространяется. Так что вот этого надо бояться, что придёт вот это. А то, что народное, то, что людям радость несёт, пусть существует, хотя на это и моего разрешения не надо. Вот так, вот такой ответ. Здоровья вам всем, радости христианства, сами созревайте в христианстве, ведь высшая степень самого христианства – это не от мира сего, то есть становление не от мира сего, и православие, в котором самодостаточная жизнь. То, что вот в этом вопросе, к нему многие православные едут по разным причинам. Вопрос у меня – не грех ли это обращаться к шаману? Вот мы православные точно так же можем ходить к врачу, ходить, значит, к нутрициологу, даже к психологу можем ходить. Мы православные, мы понимаем, что вот эти специалисты не вмешиваются в нашу религиозность, в нашу православие. Но если вы осознанно как православный едете к представителю какой-то другой религии и думаете, что та религия, видимо, мощнее, чем православие, видимо, имеет больших возможностей по отношению к вам, то вы, ну, я бы так сразу сказал, вы не православный. Не православный. Православные верят, что всё в православии есть, и то, что Бог даёт, то и даёт. Если мы пытаемся от одного специалиста, грубо говоря, от Христа перейти к другому специалисту и думать, что вот он там, ну, у врачей это запросто, то есть они сами конкурируют и говорят, нет, не ходи к тому терапевту, ходи ко мне, я настоящий терапевт там, или ещё что-то. Это-то нормально, вот у них это понимание, но в духовности такого не может быть. Вы либо православные принимаете всё, что у вас есть, и понимаете, что это либо потому, что вы что-то не доделываете, или с грехами какими-то живёте, и смиряетесь с тем, что у вас вот там болезни какие-то есть, несчастья какие-то есть, либо вы вообще не православный и идёте в другое место, к другому специалисту, не к Христу, а к какому-то… У вас тогда получается многобожие в голове. Вы тогда Христа не считаете Богом истинным. Вот. Это вот вторая часть. То есть, если я отношусь к ним как к детям, то к их духовности я отношусь как к возвращению от медицины к знахарству. Кто-то считает, что это даже тоже хорошо, но так считайте. Лично я так не считаю. Я считаю, что у нас есть хорошая медицина, и там есть хорошие специалисты. А уже в духовности у нас есть единственная медицина, единственный наш лекарь, единственный специалист. Все остальные я не буду определять уж как. Вы сами знаете, как определяются. Я просто пообещал, что я надену крест единства и не буду остальных унижать. Вот так. Всё. Здоровья вам всем, радости, истинности в православии, истинного православия. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok